сейчас я буду готовить яблочный вишневый пирог мультиварки также этот рецепт сниму на свой кулинарный канал хозяин шкарута подсказку на него вы найдете как всегда в конце видео я уже приготовила тесто отправила в мультиварку сейчас буду выпекать все отправила свой пирог мультиварку но все осталось минуту до конца и мой пирог готов сейчас буду его доставать ну вот достала пирог из мультиварки сейчас посыплю сахарной пудрой вот такой пирог получился сейчас мы разрежем попробуем его иногда хочется что-то вкусненького испечь но не всегда хочется гонять духовку из-за какой-то капли например какой-то выпечки электричество насчет очень дорогое но вот и очень хороший вариант испечь мультиварки и получается пирог обалденно хорошо очень вкусно он нежный и сочный в общем пирог очень вкусный а 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 друзья мои дети ходили гулять вторую ригу и прислали мне видео в старые риги людей почти нету наша старая рига превратилась в город призрак раньше здесь было не пройти а сейчас все никого нет многие рестораны уже обанкротились из-за локдауна такие а а а и а и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Дети прислали мне такие коротенькие видео, а я как раз блог тут делаю, ну и как раз вставила вот эти вот моменты в видео, так, немножко создала спецэффекты, чтобы вам было поинтереснее смотреть, балуюсь, короче, я, что хочу сказать, а, сначала хочу поздороваться, всем здравствуйте, друзья, я вас всех приветствую на своем канале, забыла с вами поздороваться, извините. У нас в Старой Риге всегда там, было всегда, больше всего народу это было в Старой Риге, потому что все туристы всегда посещали Старую Ригу. Там очень много кофеюшек, и все эти кофеюшки, они по ценникам рассчитаны под туристов, вот для местного населения, для многих людей довольно-таки дорогие кафе, не каждый себе может позволить туда часто заходить, но может быть так иногда, потому что они подрасчитаны под туристов, потому что сколько стоит там, в других местах все это стоит намного дешевле, поэтому в Старой Риге что покупать, даже вот эти магазины сувениров, там все, там такие ценники кусаются. И вот мне жалко бедных предпринимателей, которые там вот снимали помещение, открывали кафе, потому что снять помещение там тоже очень дорого, ну сами понимаете, это исторический городок, да, и поэтому, конечно, там будет все дорого, да. Ну, туристы у нас люди богатые, и все, как говорится, они там посещали, всегда делали выручку, ну вот, и как вот вы видите, там сейчас все закрыто, сейчас туристов нет вообще, там никто сюда не едет, потому что у нас локдаун, плюс вечером комендантский час, но уже комендантский час уже все, уже в понедельник, его уже не будет 15-го числа, так что он заканчивается, но все равно сейчас я не знаю, поедут туристы, даже вот комендантский час они будут, а что здесь делать-то, сейчас даже если ехать за туристом, в общем, не знаю, будут туристы, не будут, так у нас обычно туристы круглый год, но, конечно, больше всего летом всегда туристов, ну и как-то осенью тоже, ну вообще любое время года, но, конечно, летом больше всего туристов, ну вот, а сейчас, сами понимаете, что ехать сюда, вот вы видели, вообще все кофеюшки закрыты, все закрыты, делать нечего, в общем, выручок нету, ничего нету, в общем, я не знаю, если честно, что будет дальше, ребята, я просто не знаю, ну, я скажу так, так тоже нельзя, так жить тоже нельзя, вот так, потому что, зачем так вообще рушить экономику, оставлять людей без работы, в общем, у нас и так уже все поуехали, но уедет еще больше народа отсюда, и вот народ будет уезжать, и кто здесь останется, одни пенсионеры, у нас и так стареет население, у нас и так молодежь уезжает, остается одни пенсионеры, ну, уедут еще больше, и что дальше, и как их будут возвращать теперь обратно молодежь, я не знаю, короче, у меня, конечно, печальная картинка, меня вот просили, чтобы я сходила, показала Старую Ригу, ну, как бы, мне так, мы сможем, как-то собираясь уже, да, съездить Старую Ригу, погулять, когда мы жили в центре, мы каждую неделю ходили в Старую Ригу, гуляли, ну, вот, а как сейчас мы уехали из центра, и уже давно там не были, ну, можно, конечно, сходить погулять, да, но все кофеюшки закрыты, да, хотелось бы зайти в кафе посидеть немножко, не просто так ехать, ну, погулять и в кафе зайти, а так просто, вот, ну, даже, мне кажется, даже вот так вот ходить все снимать, когда все так вот закрыто, ну, даже, наверное, как-то и не очень-то, наверное, интересно будет, ну, вот, я думаю, Старую Ригу мы, конечно, посетим, я поснимаю для вас, но я, наверное, все-таки это сделать лучше летом, я так думаю, и красивее будет, и погода будет поинтереснее, солнышко будет, не так скучно, потому что сейчас у нас солнечные дней очень мало, поэтому, наверное, подождем, ну, я не знаю, если вдруг будет настроение, да, ну, может быть, и съездим, но пока, ребята, картинка вот такая вот у нас. Здесь, друзья, у меня варится свекольный супчик, уже почти готов. Ну, все, супчик готов, сейчас будем обедать. Вышли с Молькой погулять, а там Белочка, он прыгает с ветки на ветку и пошла на землю. А вот там вторая Белочка бегает. Сегодня уже две Белочки встретила, обычно давно я их уже не видела. Вон сидит вторая. Опять спряталась, как только начинаю снимать, она прячется. Моля, не тряси меня, мама снимает Белочку. И снова здравствуйте, друзья. Сейчас едем в магазин. Сегодня у нас последний день, когда мы можем посетить, непривитые могут посетить магазин. Потом все, магазин, вход будет закрытый. Вот, пойдем сегодня купить что-нибудь такое. Погуляем, посмотрим напоследок на магазин, попрощаемся с ним и поедем домой. У нас бензин сейчас стоит 95 евро 52, 98 будет дороже. Погуляем, пожалуйста. Погуляем. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да уж, и тут очередь, нормально Надо было там становиться, в том ряду Ну, очередь чуть меньше, чем в Lidl Знали бы, поехали бы, может быть, в Lidl тогда Это знаете, все приехали сегодня отпрощаться с Максимой Сегодня прощальный день, потому что потом не пустят Ну да, за 7 евро будет красиво И эти красивые тоже Двадцать второй год Что он нам принесет? Ладно, потом куплю На новогодние 40% акция Ну все, материнка Максима, прощай Прощай, Максима Мы с тобой теперь не скоро увидимся Прощай ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, папа уже разложил все Сейчас покажу, что купили Ну вот, купили такой крендель Он из чернослива Мне очень нравится Он сегодняшний Мягкий очень Стоит он евро 75 А раньше он стоил, по-моему, евро 35 Подорожал Печенька Такое дело У меня очень Оно такое, знаете, не очень жирное Это печенье И цена у него, по-моему, 49 центов Если я не ошибаюсь Это печенье По акции Ну, как всегда, мои Экальерчики 2,69 Или 2,49 Сейчас не помню Нет, 2,39 Неправильно я сказала Сыр, который я больше всего люблю На горячие тосты Когда я делаю 2,69 Здесь 500 грамм И мне очень нравится Он по вкусу Папа купил себе виски Не знаю, почем С колой будет употреблять Кофе взяли по актик Вот я люблю этот кофе Мне очень нравится 11 с копейками За килограмм Мы сюда его берем Хороший кофе Очень мне понравился Так, взяли такую свечку Решили взять Ну, этот мы баллон взяли В этом мега Сейчас пока я вам максимум покажу Вот сметанку взяли в максимуме Здесь Так, 2,89 За килограмм Сметанка Капусту взяли большую Буду делать голубцы Вот такую огромную-огромную капусту Хочу голубцов В общем, кефир, молоко Творог Этот творог 2 евро стоит Здесь 380 Сколько есть грамм Скажу 350 грамм Даже на 380 Баунцы Баунцы Это вообще Когда я смотрю Это мне напоминает Там сразу 90-е годы Я помню В то время Очень любила баунцы С чаем Давно не ела Решила Захотела сладко Думала Ладно, возьму Попробуем Мой любимый баллон Сливки Кирпичик У меня Пекут Сами Хороший Мне нравится Так, это Уже в мега Мы брали Это Вот это Все Это мы все Мега взяли И этот хлеб Папа С отрубями Захотел Тоже у меня Газали Так, в общем Максиме Мы заплатили Сейчас скажу Сколько 39,94 Максиме Заплатили Так, а в мега Мы заплатили 10,68 Ну, вот такие У нас покупочки В общем С Максимой Мы попрощались Помахали Ей ручкой Максиме Вот я не знаю Кстати Вычитала Что в Риме Нас не будут пускать Даже по-моему И маленькие Вот эти вот Здесь Экспресс Риме Да, по-моему Они называются Да Но вот Даже в них Не будут пускать Хотя в них Таких Никогда не заходило Но там они тоже По-моему Маленькие Эти Экспресс Риме В общем Их в них Тоже пускать Не будут Невакцинированных Я так поняла Что ни в один Риме Ни в какой Не будут пускать Невакцинированных В Максиму Только будет В один Х Пускать А вот про Мега Ничего не писали Но Мега Обычно Они такие Небольшие Магазины Они до полторы Тысячи квадратных метров В принципе В них должны пускать Но вы про них Ничего не писали Думаю Что в них Будут пускать В Lidl Будут пускать Ну вот так А там дальше Посмотрим Что будет После 15 Может Сейчас была Очередь Когда мы Подъехали К Максиме Я говорю Все Приехали Попрощаться Посмотрим Что будет После 15 Будет ли Очередь Интересно Сколько Будет Народом После 15 Числа Витя Я буду Кофе С эклерчиками Ты будешь Да Не будешь А я буду Хочу эклерчиков Или рулетика Кренделя Или Это В общем Не знаю Такую выпуску Не знаю Чего я хочу Так Буду Наверное Этот Трюфельный Кофе Тут у меня Трюфельный Ванильный Это Кокосовый По-моему Если я не ошибаюсь Не хочу Из одной чашки Ой Тут это Самый Не убрали Из одной чашки Не хочу Большой аппарат Включать Поэтому Очень удобно Иметь Маленький Аппарат Только Одну чашечку Хочешь Что-то Так Для меня Такая порция Слишком Крепкая Поэтому Я нажимаю Сначала Нажимала Длинную Кружку Большую А теперь Еще Добавляю Маленькую Чтоб не было Слишком Крепкая Ну вот так В самый раз Будет Добавила Молоко И Сливки Вот такая Вкусняшка У меня Будет И это Еще не Все И сверху Еще Корица Вот Чаепития А то я Быстренько Быстренько Такой Мягкий 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 Такой Не сухой Вообще Суперский Друзья Сейчас 8 часов Вечера 14 Число А с 15 Числа У нас Заканчивается Комендантский Час Уже Отменяется Вернее Комендантский Час Так что Сейчас С 8 Вечера До 12 Ночи По улице Ходить нельзя Толщат 4 часа Остались А уже После 12 Уже Можно Выйти На улицу В общем Все Кто любит Гулять По ночам Тусоваться Любят Могут Вдохнуть Спокойно Ну Меня это Не касается Я всегда Вчера Дома Единственное Что Если Где-то Ты задержишься В гостях Уже Не надо Будет Торопиться Домой Чтобы Успеть До 8 Часов Вечера Уже Можно Спокойно Поехать В гости И Спокойно Отдохнуть Пообщаться В общем Комендантский Час Уже Отменяется Но Я думаю Что Если Вдруг Опять Пойдет Заболеваемость Вверх Я думаю Что В декабре Особо Мне кажется К Рождеству К новому году Как это было В прошлом году Могут Опять Вести Комендантский Час Это Это не значит Что Он Отменяется Навсегда Все равно Мне кажется Они будут Смотреть По обстоятельствам Если что Комендантский Час Может Нернуться Ну Я так Думаю Потому Что Когда Ввели Комендантский Час Вроде Как На спад Пошла Заболеваемость Ну Вот Они Сейчас Будут Смотреть Когда Опять Все Ограничения Ослабят Как Опять Будет Вести Себя Наш Вирус Любимый Если Будет Опять Что Вверх Пойдет Но Уже Эти Эпидемиологи Говорят Что В любом Случай Пойдет Вверх Все равно Заболеваемость Ну В общем Будут Смотреть И Хочется Мне Очень Один В случае Рассказать Очень Печальный Ну Не хочу Наверное В интернете Не хочу Если бы Так Мы Общались Она Рассказала Не хочу Наверное В интернете Об этом Говорить Потому Что Это Не сейчас Во время Пика Заболеваемости Не хочется Никого Пугать Ничего Не хочется Такого Потому Что Не знаю Мне даже Самой Уже Надоела Эта тема И надоела Это все Если раньше Где-то Что-то Ты слышала У кого-то Что-то Где-то А сейчас Всякие Случа И всякие Истории Уже Такие Приближаются Все У более Близких Людей Происходит Ну Вот Думала Все равно Думала Говорить Не говорить Потом Думаю Нет Я стараюсь На канале Больше О позитиве Короче Говорить Чтобы Люди Приходили На канал И просто Отдыхали Не хочется Ни о чем Плохом Говорить Может быть Когда-нибудь Когда уже Все это Пройдет Может быть Расскажу Потому Что И так В жизни Все Много Что Происходит Лучше Давайте Будем Приходиться На канал Улыбаться И отдыхать А пускай Все Плохое Иногда Будем Немножко Абстрагироваться От всего Того Плохого Потому Что Знаете Куда Не придешь Все Про Эта Пандемия Говорят Одни Разговоры Даже Мне Родственник Звонил Тоже И Начинаешь Говорить Об этой Пандемии Об этом Вирусе Говорят Блин Что Об этом Говорят Другом Поговорим Да И Сразу Меняем Тему Начинаем О чем Другом Говорить Ну Вот Ладно Друзья Наверное Буду Заканчивать Я Вам Всем Желаю Здоровья В Это Нелегкое Время Берегите Себя Заботитесь О Себе Да В общем Прислушайтесь К своему Организму Самое Главное Не Болейте А Если Не Дай Бог Кто Болеет Пожалуйста Выздоравливайте Берегите Себя В общем Не Запускайте Свои Болезни Чтобы У вас Все Все Было Хорошо Я С В Как Всегда В Следующем Выпуске Всем До Свидания Субтитры